привет профессиональные друзья это истинный следователь сегодня хочу рассказать вам про мобильную связь в россии сравнение с европой в частности с финляндии я сравню и еще ложь средств массовой информации обсудим я покажу просто как они врут либо они такие тупые бараны когда пишут статьи они не могут пару страниц интернет открыть вот эта новость мобильная связь россия оказалась самой дешевой в европе естественно это вранье просто это вранье периодически я читаю слушаю каждый год и я пытался сравнить с америка из германии на самом деле все вы это не так совершенно причем даже где-то на mobile review там крупный такой сайт там что-то мужик писал что нет не такая дешевая я я не знаю что они с чем сравнивают сравнить очень просто берите минимальный прожиточный уровень здесь он известен 8500 в невограде 6500 в саратове ну давайте возьмем 6500 то есть это 100 евро сравнивать то надо от дохода ну вроде правильно ли я соображаю вот это порылая статья каких-то продажных шлюх актуальные новости ничуть у них еще сайт в сша значок вот флажок говно все у него одинаковые заголовки видите пропагандистские и сразу скажу операторы действительно мошенничали 10 это не кажется людям может кто-то сомневается из последнего теле 2 ростелеком который теле 2 захватил у него тариф был оранжевый там было полтора гигабайта он сделал в три раза меньше 500 мегабайт и цену поднял абонентскую плату 90 рублей до 120 то есть он ухудшил условия понимаете еще только операторы в россии занимаются мошенничеством есть фирмы которые продают разные подписки и у нас они в 90 процентов мошеннические они делают картиночки подгружаются огромного размера потом за мегабайты снимаются подписки подписывают на платные подписки через я в приложении в общем куча мошенничеств можете об этом тоже прочитать на том же mobile review никак они не отвечают сотовые операторы и они в сговоре с этими фирмами которые продают вот это типа контентом состав потому что у них есть договор с ними и они получают там я понял около не меньше 50 процентов то есть если там кто-то просирает 1000 рублей в месяц 100 500 рублей оператор получает если вы позвоните ну вот кто звонил раньше люди говорит а что это такое чем не обобрали кто-то картиночку как будто она гигабайт загрузилась вместо 10 килобайт они скажут нет уж какая-то фирма там то есть ну элементарно прикидываются дурачками они просто знают что и прокуратура с ними в сговоре все они как бы людей просто хотят обобрать это вот мошенничество это черта про это как бы молчат все сми ну тоже так получится что вообще все государство мошенническая ну так и есть то есть вот этот доход от мошенничества всякого подписок и продачи продажи персональных данных он составляет наверное у них попал половину дохода про которую они молчат они кого-то говорят нет у нас ничего нет вот такой вот мошеннический бизнес у них есть еще у них есть о том они никогда не говорят что люди например просто забывают деньги сколько людей забывают перевели там 100 рублей 1000 рублей забыли тоже доход можно сказать мошеннический так но теперь просто к сравнению перейдем конкретно это ложь решил я сравнить с финляндией потому что на рядом с ним оградом проще было бы с германией потому что там есть сайты нормальные на английском но все-таки одолез около трех операторов у них д на оператор один вот он предлагает интернет естественно что я буду смотреть интернет потому что через интернет можно и поговорить ватсапе вайбере скайпе или что вам нравится какой смысл говорить просто так обычно минутам это дорого смс короткие и корявые ммс тоже короткие картиночки там маленькие здесь она все это барахло старая поэтому просто через ватсап разговариваем тем более он шифруется интернет смотрим вот тарифный план то есть он здесь он пониже где-то вот 25 гигабайт как бы 40 ну вот я на сам сайт зашел вот он 29 ну как бы там 25 4 в начале ну то посчитаем это как бы неограниченный какой-то я перевел вот можете google перевести вот тут они пишут скорость до 300 21 как будто как и не ограничен вообще объем передачи данных не днем не ночью в общем почти что один за максимальных 25 это 1500 рублей как я посчитал получается у нас я прекрасно на вот мтс 700 рублей только 30 гигабайт получается еще ограничено там же вроде не ограничено я так понял 700 в два раза дешевле здесь запомнили в два раза дешевле да ну и вы помните доход 6500 рублей куча народу именно имеет такой доход но я бы не сказал что это доход на самом деле то есть это 100 евро примерно 100 минимальное пособие в финляндии около 500 евро в 5 раз больше это даже ну да 5 раз то есть какой-то самый бедный человек но и у нас вот как пенсионер в общем минимальный саратая 6500 5 раз вот этот тариф тариф на интернет один из максимальных тут и там мтс и да и на и на вот это вот называется еще разок повторю его днк днк 4g беспредельная власть беспредельная власть бандитская в россии то есть получается в пять раз меньше в два раза дешевле то есть два с половиной раза дороже на самом деле вот элементарно мы это нашли и на самом деле здесь еще такая обманочка пока я готовил получается ведь там 500 евро человек получает помимо оплаты за квартиру и еды еду ну помочь им какие такие карманные деньги ну квартиры точно туда не входит оплата коммунальные услуги здесь же 6500 человек получает и должен например отдать за коммунальные услуги если они хорошо если те же самые 6000 но они могут быть больше поэтому этого дохода вообще нет получается здесь 0 доход часто у многих людей либо но посчитаем 10 евро 110 евро тогда получается что по-моему я считал 25 раз получается дороже здесь связь но вот интернет такой в скобочках неограниченный скажем ну то есть буду заканчивать чтобы не получался длинный ролик можете сами все пересчитать обычно людям считать лень я считаю более-менее нормально поэтому можете поверить и слежу за операторами давно то есть по моим подсчетом 25 раз россии связь интернет частности дороже финляндии но и так объединим европы что мы читаем говно сми чему россии не нравится firefox исправь мне нравится это чуть ли не исправляешь фокус рид при плейс работает что ли ладно потом посмотрю мобильная связь в россии оказалось дороже самой дорогой европе например дороже финляндии 20 25 раз потому что бандиты чиновники все украли пока ребята